Здравствуйте! Говорят, что все процессы, что у нас происходит, вот всякие чувства наши, любовь, дружба, все это биохимические процессы. В зависимости от того, где мы живем, нам может не хватать или быть избыток какого-нибудь микроэлемента, у нас одни чувства обостряются, другие притупляются. Всем вот этим заведует наука под названием биогеохимия. И вот сегодня мы как раз собрались поговорить на вот эту тему, ну, скажем так, назовем окружающий нас мир или мир, в котором мы живем, глазами биогеохимиков. Вот так вот. Есть институт такой геохимии в Москве, в Российской Академии Наук. И вот на мое приглашение поговорить на эту тему откликнулась группа товарищей. В главе с академиком, да, академик Самохин Валентин Трофимович, академик Академии Сельскохозяйственных Наук, Российской Академии Сельскохозяйственных Наук. Доцент Елена Михайловна Коробова, доцент и кандидат географических наук. Как видите, вот люди, занимающиеся биогеохимией, они бывают и кандидатами географических наук. Вот так вот. И профессор, доктор биологических наук Ермаков Вадим Викторович. Вот такая вот у нас компания собралась на эту тему поговорить. Всякие такие слова ключевые я всякие уже выучил. Типа геохимическая провинция, там еще что-нибудь, да. Вот кто нам начнет поднимать наши глаза, поднимать нам веки, чтобы мы могли взглянуть на наш мир глазами биогеохимика? Позвольте мне. Пожалуйста. Я хотел бы сказать, что биогеохимия – это отечественное, прежде всего, направление. Оно возникло в 20-е годы и благодаря гению Академика Вернадского Владимира Ивановича. И он создал первую в России биогеохимическую лабораторию в 1928 году. И биогеохимия – это система знаний сейчас, прежде всего, система знаний о геохимической роли живого вещества, как говорил Вернадский, или организмов в геохимических процессах. И о взаимодействии организмов с геохимической средой через миграцию атомов, химических элементов и трансформацию энергии. И вот второй раздел, он впоследствии стал самостоятельным разделом и преобразовался в геохимическую экологию. Говоря о биогеохимии, необходимо вспомнить о том, что Вернадский, прежде всего, сформулировал понятие живого вещества, как совокупности организмов. Он создал учение о биосфере, которым сейчас пользуются многие специалисты, в том числе философы. Это концепция устойчивого развития и так далее. Затем Вернадский создал учение не только о биогенной миграции химических элементов, а биогенной, то есть о биогенной. То, что а, это значит отрицание. Вернадский в свое время говорил об абиогенезе, зарождении жизни, но и в то же время он утверждал и роль биогенной факторов, и подразделял биогенной и абиогенной факторы в миграции химических элементов и в происхождении жизни. Одним из его талантливых учеников был Виноградов Александр Павлович, который создал в 30-х годах учение о биогеохимических провинциях, как о территориях, которые отличаются от соседних по химическому элементному составу почвы, растений и так далее, и по проявлению у организма специфической реакции, у флоры и фауны. То есть, вплоть до заболевания. То есть, когда от кого-нибудь элемента не хватает, да? Когда от кого-либо элемента недостаточно. Я знаю со школы, что вроде как магний, по-моему, очень важен для зеленых растений, потому что атом магния – это центральный атом в молекуле хлорофила, скажем так. Совершенно верно. Но в настоящее время магнию придают исключительно большую роль в метаболизме и в поддержании, кстати, процессов, связанных и с кровотворением, и с, кстати, с работой сердца. Да, сейчас магним очень интенсивно занимается на различных ситуациях. Но магний не относится к каким-то таким-то стерилизмам. Это макро-макро-макро-макро. Да, это его много. Да, конечно. То есть, его, наверное, всем хватает, везде хватает. Не совсем так. Есть его избыток в Китае из провинции. Это как-то сказывается на окружающей? Да, конечно. Существует заболевание, связанное с тем, что повышается щелочность в желудке, допустим, у животных и у человека, и проявляется так называемая своеобразная щелочная болезнь, но это связано с избытком магния. Виноград в 30-х годах занимался фтором. И вот флюороз, животное, с другой стороны, избыток фтора, он до сих пор исключительно актуален, особенно с техногенными вопросами из дуба, с производством алюминия. Он используется очень широко. И поэтому эти провинции, такие техногенные, природные провинции фторные, они исключительно актуальны в том плане, что, во-первых, это здоровье населения, это зубы, затем дальше это состояние костной ткани, это воспроизводство животных. То есть дойные коровы, они часто выходят из строя в три года, уже только в начале дойки. Из-за чего? Из-за того, что зубов им нечем есть, переживут пищу. А, то есть не хватает фтора, да? Нет, наоборот, избыток фтора. Избыток фтора. А вроде добавляют в зубную пасту. Да, но это другая проблема, потому что каждый один из микроэлементов биологически активных, необходимых, он важен с точки зрения дефицита и с точки зрения избытка. Это вот основная концепция именно геохимической экологии. Это концепция гомеостаза. И мало плохо, и... Поддержание постоянного химического... Постоянства внутренних средств, организма и процессов происходящих, относительного постоянства. И в первую очередь поддержание постоянства ПАЖ, да, вот эта кислотность средств. Ну, и с химического состава, естественно, речь идет о химическом составе, макро- и микроэлементном составе органов биологической жидкости и ткани. Затем, вот Виктор Иосифович Ковальский, он был связан с Вернадским по Киевскому институту биохимии. И затем его пригласил Вернаградов в институт, и он возглавил биогеохимическую лабораторию. То есть, на начальном этапе сразу сложилась такая ситуация, что биохимическое, я бы сказал, направление, оно преобладало. И вначале Вернадский говорил о биохимии даже в своих первых работах. Но затем это преобразовалось вот в такое мощное течение биогеохимии. И, ну, биологическая роль микроэлемента всегда стояла на первом месте. Вот, поэтому лаборатория, которой руководил Ковальский, это была мощная лаборатория. Я окончал аспирантуру в свое время. Это был целый институт. Во-первых, занимались биохимией микроэлементов и биохимическими провинциями. Это первое направление, которое возглавлял Ковальский. Это ферментная адаптация. Новое совершенно направление. Очень перспективное. Оно сливается с молекулярной биологией биохимии сейчас. Затем это биохимические поиски месторождений полезных ископаемых. Это биохимическая индикация. Это как? Это поиски различных месторождений по химическому составу растений, почву и других организмов. Включаем хи, водные растения, макрофиты и так далее. Это, конечно, большое прикладное значение. Это имеет большое значение. Немножко оно застопорилось, потому что в целом картировать по какому-то организму, по химическому составу организма территории очень сложно, ввиду того, что тотально не распространен организм. Допустим, вы берете какую-то ель, она в одном месте растет, во втором не растет. Тысячелестник в одном месте растет, во втором не растет. И поэтому в этом сложно. Но, тем не менее, широко используют. И по обнаружению урановых месторождений. Как раз в процессе формирования месторождений, какие вот месторождения полезных ископаемых, ну, кроме угля, конечно, да, сформированы были живыми организмами при участии, скажем, ровные месторождения. Дело в том, что фосфориты, прежде всего, это фосфориты. Ну, это фосфориты, это птички нам оставили, да? Остатки, месторождения морского. Затем дальше это известняки. Естественно, что это каменный уголь, конечно, о котором мы говорили. И, наконец, нефть. А рудные месторождения в их формировании не участвуют? Вы знаете, дело в том, что рудные месторождения, этот вопрос очень сложный. Некоторые гидротермальные месторождения, там участвуют организмы, которые выдерживают огромные температуры в этих гидротермах. И существуют организмы, которые аккумулируют медь в очень большое количество. Вот эти голубые организмы с голубой кровью и так далее. Есть бактерии, которые обладают хемосинтезом, то есть синтезом органических веществ за счет превращения, превращения неорганических реакций, одним словом, с выделением энергии, которые используются уже для синтеза органических соединений. Там H2S, они там, по-моему, используют? Совершенно верно. И сероводородные, сульфидокисляющие, постанавливающие и так далее. Но этот вопрос еще недостаточно ясен, и я думаю, что в будущем это, возможно, будет проясниться. Но на этой основе микроорганизмы, они широко тоже используются. И особенно в биотехнологиях, так называемых биогеотехнологии. Это экстрагирование, излечение различных редких элементов. Из бедных рут, особенно. Совершенно верно. Это приготовят сначала какой-то раствор или подобие раствора, или субстраты. В него поселяют организмы, а затем эти организмы извлекают, или в виде пленки и так далее. Затем их сжигают и получают какой-то вот элемент. Вот в нашей лаборатории сейчас мы занимаемся рением с другими группами. Рением. Рением. Это очень интересный элемент. Мы сейчас остались без рения. Рение в основном сейчас в Казахстане, этот же Сказган. Но, тем не менее, рение вот в лабораторных экспериментах и в натурных. На различных месторождениях, оказывается, рение сильно концентрирует растения. И чем больше концентрация, тем коэффициент концентрирования выше и выше. А рение, что это за металл? Это очень редкий элемент. Это из какой группы? Не из плотиноидов он? Да, он близко к ним идет. И дело в том, что этот элемент широко используется в самолетостроении и так далее. Сплавы, высокотемпературные сплавы. Это головки ракет и так далее. То есть, имеет стратегическое значение. То есть, из окружающей среды его с помощью растений можно концентрировать. Ну, в какой-то степени сейчас есть наметки, что это можно делать. Понимаете, вот этот метод сейчас еще мы все-таки в какой-то степени развиваем с другими лабораториями и так далее. Ну, и, наконец, я хотел бы сказать о том, что геохимическая экология – это, прежде всего, политика использования, современная политика использования материалов. Это формирование, может быть, материалов будущего в соответствии этих материалов тем циклам, которые заложены природой. Они должны согласовываться. И в этом плане огромный еще большой такой пласт геохимической экологии – это связанные вот с микроэлементами. Да, вот микроэлементы. Да, дело в том, что политика применения сейчас и использования новых препаратов и так далее, она все-таки определяется геохимической экологией. Потому что нам необходимо учитывать, что мы едим, что мы выращиваем, какова почва, каков ее состав. И, наконец, если это сельскохозяйственная территория с недостатком, или с недостатком особенно, то новое это слово появилось – реструктуризация биогеохимических циклов локальных. Это может быть ферма, и там могут быть вноситься и так далее удобрения. В целом, это огромное такое направление, очень актуальное. И я думаю, что в будущем снова восстановится биогеохимия, как дисциплина ВАКа. К сожалению, она исчезла. Сейчас по ней не принимают защиты? К сожалению, да. Нет, к сожалению, нет. Вот поэтому тут у нас собрались географы. Да, да, да. Вот. И с… Но, тем не менее, это направление развивается. Мы проводим все время конференции, школы, чтения и издаем труды со временем. И вот сегодня у нас тоже своего рода чтение, да? Да, да, да. Валентин Трофимович, а вот по поводу микроэлементов, кто к ним относится, к этим микроэлементам, к этому набору? Значит, откровенно говоря, на сегодняшний день, если по микроэлементам, то все элементы исчисляемы в миллионных долях. Грамма на единицу живой массы. Их в организме находит на сегодняшний день более 70. Так. Но биологическая роль изучена на сегодняшний день, ну, дай бог, у половины. Так. Где-то 30-32 элемента более-менее биологическая роль изучена. Остальные присутствуют, возможно, и, наверное, играют какую-то роль. Но с ними обычно меньше занимаются, потому что они не вызывают резких изменений и нет больших колебаний в природе. И потребность, видимо, организмов в них достаточно. Другое дело, что за многие годы, может быть, даже за столетия, значит, ведь помните старину наши предки? Приходили, сжигали лес и выращивали растения, пока там была зола от растений. А потом они меняли место и так далее. Так вот, на сегодняшний день в наших условиях при выращивании культур и пищевых для человека и для животных, кормовых культур, обычно используются, ну, наши земли, которые принадлежали в своё время хозяйствам или объединениям, значит, но, значит, по системе травопольных систем. Значит, меняли из года в год эти поля, но всё равно, оказывается, значит, сложилась такая ситуация, что ряд элементов выносились с продуктами, выращиваемыми на земле, в больших количествах. Это какие, например? Вот, например, значит, я уже вам рассказывал и сейчас повторюсь, что, допустим, при урожае зерновых 4,5 миллиона тонн Воронежской губернии ежегодно выносилось при минимальном содержании 150 килограмм чистого кобальта и по 2,5 тоннам меди и цинка. А вносилось, извините, уже не очень мало. А вот нам в организме для чего нужен кобальт, медь и цинк? Вот, сейчас поясню. Оказывается, значит, в основном не только кобальт, медь и цинк, это наиболее дефицитная и наиболее выраженная потребность в этих элементах. Четыре элемента – медь, цинк, марганец, кобальт, йод и селен. В последнее время особенно, значит, этому элементу уделяется внимание. Значит, ну так же, как сегодня мы уже слышали, и фтор, значит, и, значит, другие элементы, они тоже нужны, но они не выражены как дефицитные. А вот этот хронический, комплексный дефицит медицинка, марганца, кобальта и йода на сегодняшний день вызывает страшнейшее нарушение обмена всех видов обмена веществ – белков, углеводов, лепидов, витаминов. И в связи с этим нарушаются процессы обмена. Чем выше продуктивность, тем выше интенсивность процессов обмена. И там потребность в этих элементах не удовлетворяет высокой интенсивности процессов обмена. И животные, как уже упомянул, значит, наш уважаемый профессор, значит, что животные не хотят продуктивно давать много качественной продукции и сокращают сроки своей продуктивной деятельности. Ну, например, известно, что, значит, корову вместо там условных минимально 6-10 лактаций в среднем по стране живет 3,7 лактаций. Три года, да? Три-четыре года, да? Да, лактации. А возраст там еще полтора года на оттеку. Еще полтора года. Да, на нитиль. Теперь, свиньи, значит, тоже через 2 года приходится заменять, иначе тоже интенсивные процессы обмена веществ требуют оптимального поступления вот этих элементов. А это все связано с тем, что не хватает вот... Не хватает в почвах. ...микроэлементов. В почвах. И в кормах, соответственно. И, соответственно, в кормах. Представьте себе, что отражается сразу на растениях. Значит, если нормальное и оптимальное содержание микроэлементов в почвах, то урожай наших культур, значит, ну, на сегодняшний день даже, допустим, вот я много ездил в свое время по странам народной демократии, при внесении всех элементов в почву, в достаточное количество, они дают, допустим, 80, даже 100 центеров-вектара. А у нас сейчас даже в Воронежской области черноземные, эталонные 20-30. 20, да. Понимаете? Это, оказывается, ущерб не только касается. У нас биохимические провинции, о чем будет речь, видимо, ниже, значит, они сейчас карта составлена, все об этом речь будет. Но, значит, все-таки они дефицитны, и это влияет и на растеневодство. Урожайность ниже в 2, 3, 5, даже в 10 раз урожайность снижается. Значит, в связи с этим снижается содержание этих элементов в растениях, которые потребляет человек ниже. Эти элементы, они растениям еще нужны, кроме всего. Обязательно. И растениям они нужны, потому что процессы обмена веществ, они текут примерно одинаково. Белки, углеводы, липиды. А все-таки вот какие соединения в организме там живого существа, вот эти все эти кобальт, хром, марганис, куда они встраиваются? Значит, главным образом они связаны с ферментами. А ферменты, это биологические катализаторы, да? Состав ферментов, ну, например... Витамины и гормоны еще. Да, витаминов и гормонов. И без них не работают, без этих элементов не работают эти биологические активные вещества. Гормоны заиграли? Обязательно. То есть, и микроэлементы в организме. Ну, например, самое распространенное, все хорошо знают, там тероксин, это йон. Вот. Значит, поджелудочная железа, значит, там цинк обязательно. Значит, фермент будет без, а не будет металла, значит, не будет работать поджелудочная железа и так далее. Половые гормоны. А там какие в половых гормонах, какой микроэлемент им нужен? Ну, половые гормоны, если честно говорить, это ведь, знаете, есть органы с наиболее выраженным обменом веществ. Это эндокринная система, половая система, значит, сердечно-сосудистая система, они наиболее потребны в этих элементах, потому что у них наиболее выраженные процессы обмена веществ, более интенсивно выраженные процессы обмена веществ. Они там и нужны. И, к слову говоря, нельзя сказать, что один какой-то элемент. Они нужны в комплексе, все наиболее оптимально. К слову говоря, об этом мы очень много говорим, много пишем, я много публикую, хотя, к слову говоря, отдачи пока, к сожалению, недостаточно. Но выход из этого положения каков? Как вот увеличить состав почв? Самый лучший вариант – это провести исследование почв в агрохим-лабораториях. И есть таблица, даже у меня в книге есть таблица. Содержание оптимальное, дефицитное и избыточное этих элементов в почве. И с учетом исследования почв уже значит вносить дефицитные элементы и этим оптимизировать процессы обмена веществ в растениях, увеличивать урожайность в 5-10 раз, обогащенность элементами этих растений. А если все это дело так вот зациклить, то есть убрали урожай, урожай съели коровы, навоз отвезли на поле? Отлично. Это вот самое то? 50 тонн, значит, на гектар в цикл оборота, значит, это, ну, циклы бывают 7-польные, бывают 5-польные. Значит, цикл 50 тонн на гектар обеспечивает всеми элементами растения. То есть нужно, чтобы все оставалось, да? Обязательно. Кстати говоря, я вот вспомнил, Менделеев такую вот пел агитацию, он говорил, не надо, говорит, нам за границу продавать зерно. Нужно на месте, прямо вот у крестьянина переработать зерно на спирт и продать за границу спирт, пусть им там, значит, улучшают качество вина. Навоз это очень хороший. А это вот, а тут не навоз, а вот как это называется, бурда или как это называется, барда пойдет на удобрение и на кормство. Ну, у нас очень в своевременном моде, и правильно делали, очень много завозили так называемых фосфоритов, апатитов с Кольского полуострова, но там и другие элементы были, и это очень хорошо. Сейчас все это, к сожалению, приостановлено. И вот мы ставим вопрос на уровне важнейшей экологической проблемы, комплексный хронический дефицит. И этот вопрос нужно решать на уровне государственном. Здесь у нас постановление, указ есть о введении здорового питания человека. Все это надо учитывать. Елена Михайловна, а у нас ведь как-то мы, Россия-то делится на несколько биогеохимических провинций, да, или как? Ну, вообще, идея районирования биогеохимического, она, конечно, берет свое начало где-то в 30-е годы, когда академик А.С. Павлович Виноградов предложил этот термин, биогеохимическая провинция, и предложил критерии выделения этих биогеохимических провинций. Первоначально биогеохимические провинции выделялись по принципу проявления биогеохимических эндемий. То есть, когда наблюдалось у большинства или животных, или растений, или у человека, какие-то характерные реакции, заболевания, связанные с дефицитом или недостатком химических элементов. То есть, избытки. Да. А вот Виктор Иосифович Ковальский, развивая эти идеи, он пришел к выводу о том, что нужно районирование проводить биосферы комплексные, глобальные, и естественным образом выделять природные зоны и регионы с характерными региональными уровнями содержания химических элементов, в том числе и микроэлементов в среде. Вот я кончала кафедру геохимии, ландшафтов и географии почв Московского государственного университета, и когда я пришла в лабораторию работать, я подумала, что как раз идея районирования биогеохимических провинций очень хорошо сочетается с теорией геохимии ландшафта и принципов миграции химических элементов в различных ландшафтных геохимических обстановках, которые определяют, собственно говоря, фоновые особенности распределения химических элементов в системе порода, почвы, природные воды, растительный покров. Ну, дальше географический уровень кончается, потому что мы доходим до основных компонентов биосферы, а уже реакции и биохимические какие-то моменты, конечно, изучают уже специалисты другого профиля. А моя область – это посмотреть действительно реакции биологические в различных ландшафтных геохимических условиях, зная условия миграции химических элементов именно в ландшафт. Интересно, в связи с развитием техногенеза у нас сейчас появляется такая ситуация, когда загрязнение техногенное ложится не только на территории с природным избытком химических элементов в среде, но и недостатком. И в этом случае реакция биологическая на такое сочетание логически должна быть, конечно, более сильной, и в этом случае и человек, и животное будут страдать больше. Вот такую ситуацию… То есть при недостатке какого-нибудь микроэлемента, да, прилетевший техногенный этот элемент, организм с радостью будет впитывать, да? – Совершенно верно, потому что исследования показали… – Это душа за случай, так как долго хотели сказать. – Да, да, да. – Это шла еще и случай. – Я могу сказать, что еще раньше, да, вот я сейчас расскажу, мы с вами говорили об этом, да, еще раньше было показано, что в обстановке дефицита, для адаптации к этому дефициту, живые организмы способны увеличивать поглотительную способность этого элемента. Естественно, что местная флора и фауна, которая адаптирована к дефициту, обладает повышенной способностью к ее извлечению среды. В этом случае при загрязнении этим элементом, естественно, это непривычная ситуация для организмов, они могут не успеть адаптироваться к такой ситуации и получить неожиданный избыток. Вот такая ситуация у нас сложилась после чернобыльской овалии с изотопами йода. Территории, которые были подвергнуты радиоактивному загрязнению, известны как дефицитные по йоду, потому что это в большинстве своем, это территории, где распространены песчаные отложения, флювигрициальные, они изначально содержат очень низкие содержания многих микроэлементов. – То есть это не черноземная полоса? – Это не черноземная полоса, и не только не черноземная полоса, но и территория, где распространены именно песчаные отложения, которые наиболее бедны в не черноземной полосе химическими элементами по определению. Потому что в самой черноземной зоне можно выделить и районы, где распространены суглинистые отложения, они обладают большей сорбционной способностью, и содержание в них химических элементов фоновое выше. – Так вот, там, где не хватало йода, значит, люди большее поражение получили? – Мы хотим это проверить, вот при… – Да, собственно говоря, эта идея, конечно, проверяется сейчас, и одна из… вот сейчас, например, у нас, мы имеем грант Российского фонда фонтаментальных исследований, и начали работу с целью проверить влияние природного исходного дефицита йода на последующую реакцию щитовидной железы на избыток, который поступил при аварии на Чернобыльской АЭС. Конечно, всем известно, что радиоактивный йод, который был выброшен, он быстро очень распался, период 8 суток, около 8 суток, то есть через 67 дней практически его уже не стало в окружающей среде, но этого оказалось достаточным, чтобы уже с 90-х годов стала обнаруживаться повышенная заболеваемость щитовидной железы и особенно рака среди детей на тех территориях, где была радиоактивная сквизия. – Скажите, пожалуйста, а вот есть у нас места, где другие галогены в избытке есть, например, фтор есть в избытке, фтор – галоген, и йод – тоже галоген. – Избыток фтора-то не мешает йоду проникать в организм? Нет? Они совсем другие функции выполняют. Фтор более подвижен, чем йод, да? – Нет. Я думаю, что, во-первых, они совершенно разные имеют биологическую роль. – Ну да. – Йод-то потому что в гармонии щитовидной железы, да. Это практически треть запаса всего йода в организме. – Вообще, честно говоря, мы сегодня только, так сказать, приоткрыли вот этот пласт. – Да, это очень видение. – Чувствую, в силу того, что все мы биохимические объекты, живем мы вот в некой географической среде, то биогеохимия – это, пожалуй, для нас важнейший всех наук, так же как кино важнейший всех, ну, телевидение важнейший всех искусств, наверное, да? – Да, это системное направление. – Время наше пришло к концу, надо нам прощаться. Спасибо большое, что вы как-то интересно поговорили, я многому от вас научился, многого знал. Ну, надеюсь, и те, кто за нами подглядывал и подслушал, то и вот что-то успели ухватить. Спасибо вам большое. – Всего доброго. – До свидания. – Спасибо.